добрый день дорогие друзья вы на канале высоцкой татьяна сегодня хочу вашему вниманию предложить сладкую выпечку это будет пирожочки с безе пирожки эти из детства сладкие я даже не знаю как они называются просто пекли и пекли раньше сделано в ссср как говорится нам понадобится 250 грамм сметаны либо жирного кефира у меня смешанная сметана с кефиром сметаны грамм 150 и 100 грамм кефира 300 грамм сливочного масла 3 ложки столовые сахара я положила и чайная ложка с горкой соли я погасила содой причем без уксуса без лимонной кислоты просто бросила соды у меня она стала пыхтеть так добавляю теперь масло как я сказала 300 грамм мишевая муку кладу как тесто возьмет тесто будет жирная но она не должно прям вот выделяться масло на руки то есть это все равномерно должна быть 800 это вместе с чашкой можно посчитать 250 грамм у меня сметанами я завешивала и 300 грамм масла 550 муку просеиваем тесто не кладу больше не ванилин не ароматизаторы тесто получается пышная приятно его перемешивать пыхтит в руках такое воздушное так 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Такое нежное, мягкое. Чувствуется, что оно жирное, но в то же время на руках практически не остается след от масла. Такая консистенция должна быть. Пока мы будем сбивать начинку, можно его убрать в холодильник, либо в морозильник, чтобы оно охладилось. Место сделали. Сейчас приступаем к начинке. Нам понадобится 3 яйца, стакан сахара 150 грамм. Сахарная пудра, это на посыпку потом. Нам нужны белки. Буду взбивать в блендере. Желтки оставим. Они нам не понадобятся. Нам не нужно будет их смазывать. Наши пирожочки, пироженки можно их назвать. Они должны такие беленькие быть. Будут посыпаны сахарной пудрой. Проверяем, как взбились наши белки. Белки взбились прекрасно. Постепенно вводим сахар. Все готово. Вот такая густая пена получилась у нас, взбитая с сахаром. Не переживайте, если вам покажется, что сахар плохо растворился в белке. Это не принципиально. Тесто у нас охладилось. Оно постояло 15 минут в холодильнике. Этого достаточно. Укроп залез. Мука нам не потребуется. Скатываем на маленькие шарики. Тесто мы накатали. Начинаем лепить. Лепятся они очень просто. В середину ложим наше безе. И просто вот так защипываем. Ставим сверху, как вареники. Или как пирожочки. Все. И ставим на противень. Такие вот получаются маленькие мини-пирожные, можно сказать. Ничего страшного, если вот она так открывается. Потому что при воздействии духовки теплоты, жара, они будут более открываться. И безе должно выйти на поверхность. Как мини-ракушечки. Кому сложно лепить наверх. Можно... Сейчас покажу, как сделать по-другому. Может быть кому-то сложно наверх лепить. Можно просто согнуть, как вареники или как чебуреки лепить. Чуть-чуть закрепить и поставить. Мы закончили лепить их. Отправляем в духовку. Духовка прогрета до... Чуть больше 180 градусов. Отправляем минут на 7-10. Вот такие замечательные. Хорошо у нас получились. Как я и говорила, бизе поднялось. Не толкнуло. Они легко снимаются. Снимаем. В кухне стоит аромат от выпечки. Пеклись в общей сложности минут 10. Пеклись. Я не засекала. Но не больше. Не делайте сильный жар, чтобы они не подгорали. Они должны быть светленькие. Вот так вот. Продолжение следует...